С вами MegaAbzor.com и тестируемое сегодня кресло, как вы можете догадаться, ориентировано на женскую аудиторию. Это ZONE 51 BUNNY. Приобрести его можно за 20 тысяч рублей, сопровождается трехлетней гарантией от производителя. Упаковано кресло в коробку из плотного картона. Кресло нужно будет самостоятельно собрать. Провести сборку можете сами, здесь нет сложных процедур, и производитель укомплектовал его наглядные инструкции и ключом. Выполнены из стали крестовина у ZONE 51 BUNNY, окрашена в белый цвет. На основании каждого из лучей вставим ролики. Они также в белом цвете, с розовыми крыльями и накладками на боковой грани. Выполнены из полиуретана. В белом же идет и комплектно-декоративно-телескопическая накладка для газлифта 4 класса. С внутренней стороны сидения подготовлены крепежные отверстия для механизма типа Top Gun. Для упрощения установки есть отметка по правильной ориентации при проведении монтажа. Соединять сидения со спинкой будет удобнее, если вы предварительно перенесете сидения на газлифт. Накладки закрывающие соединительные пластины тоже белого цвета, выполнены из матового пластика. Останется зафиксировать аксессуары, поставляемые вместе с ZONE 51 BUNNY. Это две подушки, ободок с ушками и накладки на подлокотник и хвостик. Для оформления подобрано нежное сочетание розового и белого цветов. На фоне преобладания моделей с черным выглядит интересно. В качестве обивки используется прочная эко-кожа и замшевая ткань. Производитель отдельно отмечает износоустойчивость. Это же подтверждает увеличенный срок гарантии. Из интересного во внешнем видео отмечу стилизованное изображение с глазками и носиком под кролика. Это же дополняет удачно съемный элемент с заячными ушками. Они идут с ободком, сможете установить как на верхней грани, так и зажать, например, ревнем подушки. Есть стилизованный пушистый хвостик. Для него с обратной стороны сидения есть пуговица, для того, чтобы закрепить. У зоны 51 Бани также есть модификация кити. Ее отличают кошачьи ушки и изображение лапки на спинке. В качестве наполнителя используется пена высокой плотности. Она сохраняет форму и дает комфортную посадку. Внутри кресла металлический каркас. Сталь толщиной 1,5 мм. Роботизированная сварка. Спинка у кресла с боковыми упорами. В верхней части два выреза с пластиковыми рамками белого цвета. Они используются для ремешков под две подушки. Обе розового цвета с белым периметром. Нитками выше стуга тип бренда. Внутри мягкий наполнитель. Верхняя подушка для шейного упора, нижняя поясничная. Положение регулируется. Зонг 51 Бани сопровождается подлокотниками. Регулируемыми по высоте и поворачивающейся в стороны. Они 2D. Для них есть съемные мягкие чехольчики. На боковой грани рычага отвечают изменения высоты расположения сидения от пола. Диапазон регулировки от 500 до 580 мм. Меняется угол наклона спинки. Изменения проходят с помощью отдельного рычага. Вы зафиксировать можете как в начальном, это 90 градусов, и конечном положении, 165 градусов, а также промежуточных. Поддержит качание диапазон 13 градусов с блокировкой и регулировкой. В этом кресле сделано все для удобства посадки. Начиная от эргономичной формы и завершая разными аксессуарами. Тут и посадка, при которой спина повторяет линии позвоночника. Заметные упоры. Регулируемое положение двух подушек для упора. Подходит людям с весом до 150 кг. Как можно понять, большой запас по прочности. Комфортно сидеть в нем смогут люди с разным ростом. Да и такие приятные мелочи, как мягкие тканевые чехлы для подлокотников. С ними комфортнее, не раздражает руки. Почему такие не добавляют, например, в кресло ориентированную мужскую аудиторию или универсальную модель? Действительно удобно и интересно. Ну и конечно же основной его внешний вид. Отлично будет смотреться в интерьере и даст возможность почетнуть интересы владелицы. Оно же станет хорошим выбором при проведении стриминговой трансляции. В целом, с креслом зоны 51 баня, производитель продемонстрировал правильный подход в проектировании и укомплектовании игрового кресла, ориентированного на женскую аудиторию. С удовольствием обсудим его в комментариях. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.